Парк Мира – одно из излюбленных мест отдыха Волокжан, однако у этой зеленой зоны есть и другая слава. Сюда жители областной столицы приносят хоронить своих домашних животных. Чьи-то могилы выглядят как холмы, огороженные ветками, чьи-то как целые мемориальные комплексы с оградой, венками и памятниками, заказанных в агентствах ритуальных услуг. И таких животных, похороненных по-человечески, здесь больше сотни. Однако к концу ноября от кладбища не останется и следа именно к этому времени. По решению суда, парк от захоронений должен быть очищен. Это просто, грубо говоря, несанкционированное, даже, можно сказать, хаотичное захоронение, причем бесконтрольно, то есть и не подлежит никаким контролям. Из чего мы берем пробу почвы, чтобы определиться, насколько безопасно непосредственно само мероприятие по ликвидации, какие методы будут примены ликвидации, то есть это будет с эксгумацией, без эксгумации. Первые захоронения в парке появились около 15 лет назад, рядом с заброшенным Горбачевским кладбищем. Как только его вновь открыли, смотрителям начали поступать жалобы. Многие родственники умерших не могут смириться с мыслью, что их близкие покоятся по соседству с животными. Погребение по подражанию крестьянскому погребению домашних животных – это в какой-то степени даже кощунство. Особенно, когда на могиле кошки, собаки, хомячка стоит крест. Другой вопрос, что люди часто привязываются к своим домашним любимцам, питомцам и хотят помнить о них, насколько хватает их, быть благодарными в конце концов. Устраивать из этого какое-то кладбище и вставить кресты, памятники надгробия из гранита – мне кажется, это уже какое-то излишество. Что делать, когда животные умирают, владельцы не задумываются до последнего момента. Озорному хаске по кличке Марс еще три года. Его хозяин признался – за всю жизнь животных никогда не хоронил. Все собаки, дожив до старости, сами уходили в лес и попросту не возвращались. Тут такой вопрос. Тоже, наверное, все-таки собственники как-то это должны решать. Я пока об этом не задумывался еще у нас так. Все это в начале. Людей хоронят. Почему собак тоже не хоронить экологически? Тут, я думаю, загрязнения нет, это же все природное. То есть токсинов в них нет. Токсинов, может, и нет, зато могут быть различные бактерии и вирусы, которые под землей не прекращают развиваться. Чтобы избежать опасных последствий, специалисты не просто рекомендуют, а требуют тела любимцев придавать огню. Если животное, допустим, подверглось эвтаназии в клинике, или человек приносит уже умершее дома животное в клинику, дальше труп животного помещается в морозильник, вызывается специальная служба, которая существует в городе по кремации животных. Они приезжают, забирают труп, соответственно, в печи он кремируется. При необходимости прах можно получить обратно и после этого уже придать земле. По мнению ветврачей, эта процедура такая же обязанность хозяина, как и уход за питомцем при жизни. Павел Громов, Алексей Романов, Новости Вологды.